пидорасы не государство прожекторный пост привет youtube с вами я ваш личный корреспондент сегодня мы приехали на форт красная горка находящийся в ленинградской области этим фортом я решил закончить свои майские путешествия трехдневные 1 город псков 2 сборск и сегодня мы доехали до конец до ленинграда но поскольку в ленинграде делать особо нечего и город откровенно беден на всякие культурные достопримечательности и вообще достопримечательности мы поехали по фортам так вот форт красная горка постройка 15-й год прикрывал кронштадт с юга и самые главные исторические события киеве происходили это антибольшевистский мятеж 19-го года подавленный виссарионовичем сталином кронштадтский мятеж 21 года то есть форт уже поменялся местами и участвовал в обстреле кронштадта во время великой отечественной войны он участвовал в обороне оренбаумовского плацдарма ну и в 1950 году был расформирован а сейчас находится в таком полу запустение но что-то пытаются судя по всему восстановить поэтому пойдем походим и полазим структура форта была какая представлял она из себя сеть батарей 6 10 11 12 дюймов которые вот были направлены в сторону моря а также он был прикрыт с тыла тоже укрепления бетонными брустерами помимо этого еще много различных бетонных сооружений и так далее то есть все это надо посмотреть поснимать и полазить а а и 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 далее за моей спиной видна еще еще одна батарея там 2 4 орудия по 12 дюймов а мы находимся на командном пункте в который попытаемся проникнуть но к сожалению он замором идем в сторону проекторной позиции вот такая вот морская составляющая этого форта сейчас пойдем еще посмотрим с тыла какие там были оборонительные сооружения вот мы видим про же проекторный пост на границе с арсеналом так что ходите аккуратней чтоб не подстрелили и так уже немногочисленные мои зрители подъехали мы вот сюда прошлись по этим позициям потом прошлись по этим позициям вот это командный пункт проекторный пост а это территория арсенала на которой нельзя далее мы вернемся на старую дорогу и посмотрим внешние кольца обороны проходит здесь посмотрим что здесь то есть батарея оборонилась не только с моря но и с тыла особенность форта красная горка что он действительно может называться фортом потому что здесь вот в ленинградской области вот кронштадт фортами называют по сути обычные батареи вот здесь они считаются фортами а красная горка имеет именно круговую оборону вот сейчас мы проходим смотрим тыловые позиции вот окопы а также вот позиции для орудий вот видны позиции для орудий наблюдательные отверстия вот орудия левого фланга и дальше окопы продолжают идти в ту сторону и таких вот точек здесь несколько если посмотреть по карте кстати металлические на удивление не срезанные сохранились двутауры противооткольные но где-то они намерены плюшевыми металлистами уже срезаны как видите вот так выглядит структура вот противооткольной системы вот здесь да интернет не подсказал бетонированная позиция противоштурмовых орудий номер 13 она называлась после форта красная горка мы решили посетить находящуюся за моей спиной крепость Копорье находится на Ленинградской области недалеко от города Сосновый Бор а теперь краткая историческая справка Крепость Копорье это памятник русского средневекового оборонительного зодчества находится на юго-западе Ленинградской области на краю Ижорской возвышенности в селе Копорье крепость расположена в 12 километрах к югу от Финского залива и занимает небольшую площадку высокого скального мыса на своем веку крепость неоднократно перестраивалась и по несколько раз переходила то в руки шведов то возвращалась обратно к России современное состояние крепости далеко от идеального реставрационные работы здесь почти не велись с другой стороны это позволило сохранить архитектуру последнего варианта крепости без изменений и создать особую атмосферу самой крепости Крепость Копорье была заложена в 1237 году впервые упоминается в Нагородских летописях в 1240 году когда немецкие рыцари Ливонского ордена построили в Копорском погосте деревянную крепость а в 1241 году Александр Невский отбил крепость у немецких рыцарей и разрушил ее вообще забавная ирония судьбы я не планировал посещать крепость Копорье но буквально за день до этого приехал из Пскова где все пропитано как раз Александра Невским и противостоянием его с крестоносцами и под занавес своей поездки как раз побывал на одном из таких объектов хоть и не живом но все-таки свидетели тех исторических событий а мы с вами прощаемся с Копорьем закончилось мое трехдневное путешествие сегодня мы побывали на форте Красная Горка в крепости Копорье и возвращаемся домой спасибо что посмотрели подписывайтесь ставьте пальцы вверх и кстати вот в августе мы поедем на полуостров Рыбачий будет road trip Питер Карелия Мурманская область будет огромное количество объектов мест так что подписывайтесь пока пока проводите выходные с пользой подписывайтесь 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 здоров hostel спасибо сообщение Продолжение следует...